Привет всем любителям истории Вестероса! Предлагаю прослушать обзор к сериалу Долгая Ночь. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Долгая Ночь, первый сезон, это американский телесериал в стиле фэнтези, созданный по произведению Джорджа Мартина. Приквел Игры Престолов, рабочее название Долгая Ночь. Теперь точно известно, что спин-оффу по самому знаменитому сериалу современности быть. Телеканал HBO заказал первый сезон приквела, вернее пилотную серию. В США именно так строится производство сериала. Сначала заказывают пилот, потом его снимают, отсматривают, и если он проходит все инстанции, сериалу дают зеленый свет. Популярность Игры Престолов так огромна, что можно сказать, что все стадии уже пройдены. Ведь за сценарий отвечает сам Джордж Мартин. В составе, в соавторстве с ним работает Джейн Голдман. Звездная пыль, пипец, дом странных детей, мисс Пиарри Гринд. Она же будет и шоураннером будущей сай. Deadline.com сообщает, что сценарий уже готов и пилот отправлен в работу. Приквел описывается как ужасающие секреты истории Вестероса, тайны происхождения белых ходоков, загадки Востока, легенды Старков. Кстати, сериал от Мартина и Голдмана, как раз один из пяти спин-оффов, который год назад обещал показать в будущем HBO. Первый пошел. Бюджет сериала. Франческо Орси на HBO отвечает за сериалы. Раскрыла подробности подготовки будущих спин-оффов, фэнтезийной телесарии. Оказалось, к счастью фанатов, HBO настроен решительно и не будет экономить. 50 миллионов на сезон будет определенно мало для реализации наших замыслов. Мы играем по-крутому. Франшиза обязательно должна получить дальнейшее развитие. Поступить иначе значило бы совершить нечто вроде должностного преступления, сообщил Орси. Дата съемок. Сначала весь мир облетела новость, что съемки приквела начнутся уже осенью 2018 года. Но позже директор HBO опроверг эту информацию, заявив, что рабочий процесс начнется лишь в начале 2019 года. Пилотный эпизод первого спин-оффа культового телешоу снимает Кларксон. За разработку отвечает сценарист Джейм Голдман, назначенная шоу-раннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьеру можно ожидать не раньше апреля 2020-го. Локации. Как сообщает газета «Балфас Телеграф», работа над приквелом «Игры престолов» стартует в столице, Северной Ирландии. Там уже созданы локации и студии для съемок «Игры престолов», поэтому съемки приквела должны встать на накатанные рельсы. Джордж Мартин объявил, что найдена первая актриса, а ей стала британка Наоми Уоттс. Эту новость он сообщил в своем блоге HBO, только что анонсировал первого актера. Наоми Уоттс присоединится в качестве одной из наших звезд. Я крайне взволнован. Добро пожаловать в город Вестерос с Наоми. Сообщается также, что у Уоттс были проведены долгие и тщательные переговоры, прежде чем она наконец согласилась на роль. Джош Уайтхаус, модель бренда Барбари и звезда сериала Полдар сыграет главную мужскую роль. Миранда Ричардсон получила роль в «Долгой ночи». Также присоединились Маркус Родригес, Джон Син, Ричард Маккейп, Джон Хефферман и Дикси Эджерис. Все актеры сериала «Долгая ночь» – Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Дженнис Гофф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Аттин, Ивана Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Рэгболл и другие. Сначала хотели снять сериал про Джона Сноу. Сразу несколько британских СМИ опирались на источники, близкие к продюсерам «Игры престолов». Раздались новостью. Планируется отдельный сериал про бастарда Винтерфелла Джона Сноу. Якобы актер Кит Харрингтон уже дал свое согласие на участие в будущем телепроекте. Правда, исполнительные продюсеры «Игры престолов» Дан Вайс, Дэн Вайс и Дэвид Бенниофф стали возмущаться. Но какой спин-офф? Так называют отовлетвление от основного сюжета. Тут бы с основным сериалом разобраться. Ведь известно, что нынешний шестой сезон снимался по недописанной книге Джорджа Мартина. Сюжет додумывался, можно сказать, с колес. В ход шли черновики, наброски, главы из прошлых книг, которые изначально не планировалось экранизировать вовсе. С другой стороны, Дэн и Дэвид не стали прямо опровергать слухи и лишь сослались на занятость. Если вспомнить, сколько дезинформации создателей сериала обрушили на его поклонников между пятым и шестым сезоном, село во имя сохранения тайны, то шансы на новый проект есть. Тогда напомню, просачивались слухи о воскрешении героя Харрингтона, убитого в финале пятого сезона. Актер все опроверг, а когда в шестом сезоне его снова вдруг ожил, публично извинился за то, что намеренно вводил поклонников в заблуждение. Кстати, у Джорджа Мартина есть уже написанные и другие книги о Вестеросе. Это приквел песни «Да и пламени» под названием «Повести о Дунке и Эге». Этот цикл состоит из трех повестей. Их действия происходят в том же вымышленном мире, что и действия романов цикла «Песнь да и пламени», но почти на век раньше событий основной серии. Все повести были написаны как антологии, но представляют собой связное повествование. Героем всех повестей является странствующий рыцарь Дункан, высокий Дунк, и его оруженосец принц Эйгон Таргариен. Как известно, именно Таргариен были повелителями драконов и завоевателями Вестероса. И Дейнейс, мать драконов, его прямой потом. Именно Мартин хочет, чтобы сериал назвался «Долгая ночь». Честь события, которое произошло за 8 тысяч лет до вторжения Эйгона Таргариена. Оно началось и закончилось примерно за 300 лет до начала событий «Игры престолов», когда на мир опустилась зима, продлившаяся не одно поколение. HBO в мае 2017 объявил о запуске в разработку четырех сериалов по мотивам вселенной «Игры престолов», но затем президент по программированию HBO Кейсим Блойс заявил, что канал работает над пятью проектами. Дата выхода серии сериала «Долгая ночь» – это будет 2020 год. «Долгая ночь» – это событие в истории Вестероса. Зима, которая длилась целое поколение. Поля были покрытыми дюжинами футов снега. Тысячи людей умерли от голода. Под покровом тьмы с дальнего севера на континент пришли белые ходоки. «Долгая ночь» началась за 8 тысяч лет до этой эры. Никто не знал, почему пришли белые ходоки, а также подробности о их происхождении. Они уничтожали все на своем пути. Они оживляли умерших, которые превращались в вихтов и убивали по приказу белых ходоков. Первые люди и дети леса объединились и выгнали ходоков обратно на север. Конфликт получил название «Войны за рассвет». На северной узкой части континента была построена стена, которая стала защитой от белых ходоков. Высота стены 700 футов, и она простирается от одной части Вестероса до другой. Согласно легендам, стена была защищена заклинаниями детей леса, которые не позволяли ходокам пересекать ее. Чтобы защищать стену, был создан ночной дозор. В настоящее время большинство людей уверены, что война за рассвет – лишь сказка, а белых ходоков не существует. Некоторые верят, что ходоки когда-то существовали, но давно вымерли. Когда началась война пяти королей, стали появляться сообщения о том, что ходоки стали возвращаться. Ночной дозор предупредил лордов о надвигающейся опасности и попросили прислать на стену людей. Но большинство из них не обратило на это внимания, так как они были слишком заняты на гражданской войне друг с другом. Таким образом, между ходоками и королевством остались только очень немрачисленные дозорные. Последователи Р. Глора считают, что во время войны за рассвет войн Глора Азор-Ахай выковал меч светозарный и с помощью него победил великого Иноа, существа, который породил всех белых ходоков. Перед этим, чтобы раскрыть истинную силу своего меча, Азор-Ахай убил им свою любимую жену Нису. Король-Ночь. Предводитель белых ходоков. В отличие от обычных ходоков, он носит черные одежды, имеет на голове выросты, напоминающие корону, и способен превращать человеческих младенцев в белых ходоков. Он может невероятно быстро оживить огромное количество мертвецов, которые сразу становятся пополнением его армии вихтов. До того, как стать белым ходоком, Король-Ночи был одним из первых людей, захваченным в плен детьми леса, в числе которой был и Листочек. Листочек нанзел в грудь мужчины клинок из драконьего стекла, после чего его глаза посинели, и он превратился в первого белого ходока. Спустя многие тысячи лет Листочек объясняет Брану Старку, что дети леса создали белых ходоков для защиты от первых людей, которые вторглись в Рессер-Ос и начали войну. Во время своего путешествия к пещере Трехлазого Горона, Бран Старк прикасается рукой к чар-дереву и видит события из прошлого и настоящего. В его видении мельком появляется лицо Короля-Ночи, застывшего над ледяным алтарем. После того, как раз оставляет последнего сына Крастера в зачарованном лесу, белый ходок привозит младенца к горе в землях вечной зимы и кладет на ледяной алтарь. На расстоянии за происходящим наблюдает группа из 13 белых ходоков. Их предводитель Король-Ночи выходит вперед, берет ребенка на руки и прикладывает палец к его щеке, превращая в нового представителя своей расы. Король-Ночи появляется, когда Джон Сноуд Итермунд организует эвакуацию одичавых из сурового дома. Он командует атакой армии мертвецов и наблюдает за сражением с вершины горы вместе с несколькими другими ходоками. Король-Ночи становится свидетелем того, как Джон убивает одного из ходоков с помощью длинного когтя, меча из валерийской стали. Когда Джон, Тормунд и остальные уплывают из сурового дома на лодках, Король-Ночи выходит на берег и пристально глядя на Джона Сноу превращает в лидхов всех убитых одичавых, воздев руку к небесу. Бран Старк с помощью своего дара вместе с Трехглазым Гороном перемещается в прошлое и становится свидетелем того, как группа детей леса во главе с Листочком проводит ритуал превращения человека в белого ходока. Пронзая его грудь клинком из драконьего стекла, Листочек объясняет Брану, что им пришлось создать белых ходоков для борьбы с первыми людьми, вторжившихся в весе роз. Бран по ним принимает рискованное решение вновь – переместиться в место, где был создан ходок. Но на этот раз в одиночку, без Трехглазого Борона. Он видит армию мертвецов – Короля Ночи и других белых ходоков. Бран подходит ближе, Король Ночи замечает его присутствие и хватает за руку. Пришедшему в сознание Брану Трехглазый Ворон объясняет, что благодаря метке на руке Король Ночи теперь точно знает, где они находятся, и пещера больше не сможет их защищать. Король Ночи и его армия приходят к пещере. Дети леса безуспешно пытаются оказать сопротивление с помощью огненных шаров, но вскоре вынуждены отступить. Мертвецы просачиваются в туннели, убивая детей леса и лета Лютого Кабрана. Мире удается уничтожить одного из белых ходоков, бросив в него копье с наконечником драконьего стекла. Король Ночи выходит в пещеру и убивает Трехглазого Ворона. Благодаря самопожертвованию Ходора, удерживающего дверь, Брану и Мире удается бежать из пещеры. Пока Мире тащит Брана по лесу, в видении мальчика появляется Король Ночи, который превращает последнего сына Крастера в Белого Ходока, а также воскрешает мертвецов после атаки на Суровый Дом. После победы в Битве Бастардов, лорды Севера и рыцари Долины собираются в Виттерфелле. Клей Сервин заявляет присутствующим, что с разгромом Болтона война окончена, наступила зима и предлагает разъехаться по домам, чтобы переждать в юге. В ответ Джон Сноу заявляет, что война не окончена и называет Короля Ночи истинным врагом, который не станет переждать в югу, ведь он несет ее с собой. Король Ночи ведет армию Вихтов, земля за стеной, направляясь в восточный дозор. Среди оживших мертвецов присутствует как минимум три гиганта Вихтов. Санса Старк спорит с Джоном Сноу. Она считает, что он зря недооценивает Серсею, ведь между ними и Королем Ночи – стена, а от Серсеи их не отделяет ничего. Джон отвечает, что от Серсеи их отделяют тысячи миль. Джон отправляется на Драконий Камень, чтобы встретиться с Деймерис, которая начала вторжение в Весерос и одержима ей свернуть в Серсею Железного Трона. Он рассказывает, что собственными глазами видел белых ходоков и армию мертвецов, война с которыми намного важнее борьбы за престол. Он объясняет, что истинным врагом является Король Ночи, и если его не одолеть, то Деймерис будет править кладбищем. Джон приглашает Деймерис в пещеру с залежами Драконьего Стекла, о которых в письме из Цитадели ему сообщил Сэн Велл Тарли. Он показывает ей наскальный рисунок, на котором первые люди и дети леса стоят рядом, и сообщает, что они сражались вместе против общего врага. Речь идет о белых ходоках под предводительством Короля Ночи, изображения которых также вырезаны на стене пещеры. Джон признается, что без войска Деймерис и ее драконов им не справятся с угрозой, исходящей из-за стены, и поэтому они должны объединить усилия, если хотят выжить. Брант с помощью своих способностей Варга отправляет стаю воронов из Винтерфелла за стену, чтобы обнаружить армию мертвецов. Он видит Короля Ночи, но предводитель белых ходоков также чувствует присутствие Брана. Поднимая дло вверх, и под его взглядом вороны бросаются в рассыпную. Брант возвращается в свое сознание и просит мастера Олкана отправить послание лордам Вестероса о том, что Король Ночи приближается к восточному дозору. Джон снова отправляется за стену на охоту за Вихтом, чтобы доказать королеве Серсейфа от существования живых мертвецов. Когда отряд Джона попадает в окружение Вихтом на замерзшем озере, Король Ночи появляется на берегу и пристально смотрит на Джона. Джон заявляет, что Деймерис является их единственной надеждой на спасение. Однако Джорах Мормонт говорит, что есть еще один вариант – достаточно прикончить Короля Ночи, который обратил всех мертвецов. После прибытия Деймерис и ее драконов, которые собираются спасти Джона и его спутников, Король Ночи метко бросает ледяное копье в Визериона и попадает ему в шею. Раненый дракон попадает и тонет в озере. Король вновь пристально смотрит на разъяренного Джона, берет другое копье и бросает в Дрогона. Однако дракону удается уклониться и улететь. Вихты огромными цепями вытаскивает Визериона из воды, а Король Ночи подходит к нему и прикладывает в ноги руку, дракон открывая глаза, вставшие ярко-синими. Вверху, наставшем подконтрольным ему Визерионе, Король Ночи пробивает огромный пролом к стене и уничтожает заставу Восточный Дозор, открывая тем самым путь своей армии мертвых в царство живых. Белые ходоки во главе с Королем Ночи идут от стены на юг, нападают на последний очаг, убив население замка и пополнив им армии мертвых, лорд последнего очага Нед Амбер найден прикрепленным к стене в центре оторванных рук и ног, выложенных в виде спирали. Берик Дондареон говорит Тормунду и Эду, что это послание Короля Ночи. Берик Тормунд и Эд прибывают в Винтерфелл и рассказывает Джону Сноу, как встретились у последнего очага. На его вопрос о том, что случилось с Амберами, Берик отвечает, что они пополнили войско Короля Ночи. Тормунд добавляет, что армия мертвых подойдет к Винтерфеллу уже на рассвете. На военном совете Джон сообщает, что у защитников замка есть драконие стекло и валерийская сталь, но силы противника слишком велики. Он отмечает, что все мертвецы были воскрешены Королем Ночи и подчиняются только ему, поэтому предлагает добраться до него и уничтожить. Джейми заявляет, что Король Ночи не будет подставлять себя под удар, однако Бран внезапно говорит, что Король Ночи придет за ним, как уже не раз приходил в прошлом за другим трехлазым воронами. Сэм спрашивает, что нужно Королю Ночи. Бран отвечает, что цель предводителя Белых Ходоков – Вечная Ночь. Он хочет стереть мир людей, а Бран – память о том этого мира. Тирион спрашивает, как Король Ночи найдет Брана, и тот показывает метку на своей руке. Джон предлагает укрыть Брана в крипте, но юноша выступает категорически против. Он хочет выманить Короля Ночи до того, как его войско уничтожит защитников Винтерфелла, и собирается ждать его в Богороще в качестве приманки. Тирион вызывается защищать Брана вместе с Железнорожденными, стремясь искупить свое вино за захват Винтерфелла. Дейнерис и Джон на Дрогане и Рейгале уничтожают большинство приближающихся к Винтерфеллу мертвецов, когда появляется Король Ночи на Визерионе, дышащем ледяным пламенем. Пока Рейгаль и Визерион сражаются, донося друг другу серьезные раны, Король Ночи предпринимает попытку атаковать дракона Джона с помощью ледяного копья, но Дейнерис удается столкнуть Короля Ночи с Визериона. Дейнерис совершает попытку уничтожить Короля Ночи драконом пламенем, но огонь не причиняет вреда предводителю белых ходоков. Король Ночи поднимает руки вверх и воскрешает всех воинов, участвовавших в битве за Винтерфелл. Он направляется в Богорощу, где под черт-деревом его ожидает Бран Стар. Тион Гринджой, последний оставшийся в живых защите Брана, пытается напасть на Короля Ночи, но тот убивает его, протлув грудь копьем. Внезапно из неоткуда появляется Ария Стар, который нападает на Короля Ночи и наносит ему удар в грудь кинжалом из валерийской стали. Король Ночи превращается в лед и рассыпается на части. Такая же участь постигает всех белых ходоков и Визериона. Армия Виктов также уничтожена вместе со смертью своего создателя. Король Ночи обладает рядом сверхъестественных способностей. Неизвестно, являются ли эти способности уникальными только для него, или другие белые ходоки также обладают некоторыми из них. Создание белых ходоков Король Ночи может превратить человеческого младенца в белого ходока, прижав палец к его щеке. Кожа ребенка начинает бледнеть, а глаза становятся ярко-синими. Король Ночи может в одно мгновение оживить огромное количество мертвецов. Для этого ему не требуется физический контакт с телами, а достаточно лишь воздеть руки вверх. Хотя Король Ночи ни разу не участвовал в битвах, предположительно он обладает той же нечеловеческой силой, что и другие белые ходоки. Он достаточно силен, чтобы бросить ледяное копье на расстояние, по крайней мере, в милю, причем с достаточной силой, чтобы убить дракона Визериона. Король Ночи может оставить метку на человеке, чтобы знать точное его местоположение. И никакие магические заклинания не могут помешать ему преследовать человека, отмеченного таким образом. Так произошло с Браном Старком, непосредственно перед битвой в пещере Трехлазого Горона. Король Ночи, вероятно, способен чувствовать, когда животные контролируются врагом. Когда Бран шпионил за стеной, используя стаю горона, Король Ночи посмотрел на горона, птицы бросились в рассыпную, а Бран сразу же вернулся в свое сознание. Неясно, обнаружил ли Король Ночи Брана благодаря своей метке, или он может распознать любого ворона. Как и остальные белые ходоки, Король Ночи не боится огня. Во время сражения у пещеры Трехлазого Горона, так и во время битвы на озере между Вихтами и Драконами, он беспрепятственно проходит сквозь стену огня. Хотя Король Ночи не умеет никакого отношения к валерийским драконним всадникам, он способен перемещаться верхом на драконе. Возможно, это связано с телепатическим контролем над драконом Вихтом, Безерионом, которого он лично убил, а затем воскресил. На сайте HBO ходок из четвертого сезона изначально был обозначен как Король Ночи, но позже эту информацию убрали. После появления этого персонажа в пятом сезоне, он уже был обозначен как Король Ночи официально. В книгах сцены превращения младенца в ходока не было. Жены Крастера предполагали, что их сыновья превращаются в вины, но это не было подтверждено. В книгах нападения на суровый дом не было, а Король Ночи не появлялся. Однако Мелисандра видела в племени невозможное нападение на суровый дом армии мертвецов. Существует одноименный легендарный персонаж. Об их связи с персонажем, появившемся в сериале, ничего не известно. Продюсеры Дэвид Бенниоф и Дэн Уайс сказали, что изменили внешность этого ходока, чтобы сделать его еще более грозным и устрашающим. Король Ночи отличается от других представителей своей расы, занимает более высокое положение иерархии, и в нем есть что-то царственное и аристократическое. При всей нелогичности и незаконченности множества сюжет, ставшего культовым сериалом «Игра престолов», особое возмущение и недоумение фанатов вызывает скомканная и нелепо оборванная судьба самого одиозного персонажа телесаги «Короля Ночи». Действительно, вывод главного антагониста из поведствования состоялся внезапно и странно. Самый охраняемый в огне, негорящий, практически недосягаемый и для кого многие тысячи лет становится глупой жертвой, появившейся неоткуда Арии. Как она прошла незамеченность сквозь полчища мертвых, явившихся вместе с предводителем Чар-Дерево-Забрана. Мертвые же чуят живых, должны были бы среагировать, даже если бы они не увидели Арию, куда смотрела охрана. А куда, простите, подевалась преслабутая сила и ловкость «Короля Ночи», он бросил ледяное копье Визериона с такой силищей, то оно пролетело чуть ли не километры и проткнуло толстую герпольную шкуру. Неужели он не мог расплющить Арию одним движением? Тем не менее, Ария осталась не только жива, но и невредима. Возможно, «Король Ночи» уже умирал. Да, вопросов осталось много, но среди них есть еще один, ответ на который дает надежду на возвращение «Короля Ночи». Этот вопрос касается прошлого, ведь известно, что белые ходоки уже приходили к стене. Судя по характеру их атак, не ушли бы просто так. Их нужно было бы уничтожить полностью, как это произошло в сериале. Иначе они с тупым упрямством лезли и лезли бы в драку, штурмуя стену в стиле одичалы или методично разрушая ее. Но каким-то образом защитникам стены удалось победить армию мертвых, значит, когда-то «Король Ночи» уже был убит. И, возможно, уже не единожды. Но кто же тогда ведет мертвецов в следующий поход? И тут мы возвращаемся к младельцам Крастера. Эта тема так и не была раскрыта полностью, так что для нее есть масса путей развития в будущем сиквеле «Игры престолов». Например, можно предположить, что «Король Ночи» пытался создать приемника или перенести часть себя в новое тело, зная, что его ждет. Ну а судя по тому, что детей и подростков среди сторонников «Короля Ночи» заметно не было, можно предположить, что далеко в снегах есть некий город мертвых, где те самые 13 белых ходоков, которые присутствовали при перерождении младенца, растят его для будущих походов. Скажите, что белые ходоки и армия мертвых погибли со смертью «Короля Ночи»? Но ведь когда «Король Ночи» воздевал руки и призывал мертвых возродиться в вихтов, не восставали все мертвые мира, а только те, кто был в непосредственной близости от места событий. Так почему же со смертью «Короля» должны погибнуть все белые ходоки и вихты, находящиеся в сотнях километров от него? Тем более, если младенец Крастера был обращен не просто так, вполне возможно, что «Король Ночи» не просто бродилка, а все-таки высокоорганизованный организм с чувством самосохранения и понятиями о стратегии и государственности. А значит, где-то у него есть столица, чиновничный аппарат, обеспечивающий будущее мира мертвых. Но все же может быть и по-другому. Вообще, вся эта кровавая бойня между мертвыми и живыми, после того, как «Король Ночи» не сгорел, в Драконе пламени стало напоминать внутрисемейную разборку Таргарина. Тут можно вспомнить еще и о символизме, который наверняка был показан не зря. При создании «Детьми леса Короля Ночи» вокруг чар-дерева, где проходил обряд, были выложены каменные спирали. «Король Ночи», захватывающий замок в последний очаг, убивает маленького лорда Неда Амбера и устраивает на стене инсталляции из ожившего мертвеца и выложенных вокруг по спирали Рукино. А если посмотреть на герб Таргарина, то можно увидеть, что дракон на нем изображен тоже в виде спирали. Осталось только вспомнить, кто из Таргарина остался в живых и ушел с одичалами за стену. Хоть сослан был дозор, что будет ждать Джоном Сноу. И когда его заведут путешествия в снегах. Прекрасный сюжет для полноценного сиквела. Так быть или не быть сиквел «Игры престолов», посвященному Королю Ночи? Скорее всего, быть Королю Ночи стал самым интересным персонажем для фанатов. Ни об одном из героев сериала не говорят больше, чем о нем. Обсуждают его появление, его прошлое, сказки старой Нэн, легенды детей леса и первых людей. Очень многие не верят, что Король Ночи исчезла всегда. Вот так, без объяснений. Почему они с Браном в последней сцене смотрели друг на друга, как родные? Почему замешкался Король Ночи, раз пришел убить Брана? Почему не убил Арью еще на подлете? Не Джон ли это? Скорее всего, ответы на эти вопросы мы получим после того, как снимут сиквел о Короле Ночи. И можно почти не сомневаться с ним. Слишком уж много вопросов авторы оставили открытыми для зрителя. Эмилия Кларк надеется на сувенир со съемочной площадки «Игры престолов». Она отметила, что до сих пор чувствует опустошенность после завершения съемок. Поклонники «Игры престолов» понемногу начинают остывать после событий последней серии шоу. Актеры еще только учатся жить без проекта, которому посвятили годы. Исполнительница одной из главных ролей Эмилия Кларк признается, что до сих пор чувствует пустоту и скучает по работе в шоу. «Так много событий произошло за эти 10 лет. Я стала женщиной на съемочной площадке. То есть мне, конечно, было 23. Но, боже мой, я была совсем девчонка!» Рассказала она журналисту «Варетки». По словам Кларка, она до сих пор не может смириться с тем, что попрощалась с ролью матери дракона. «Иногда я останавливаюсь и думаю, кто я, где мои драконы?» Со смехом заявила она. Отвечая на вопросы, забрала ли она помятый сувенир с площадки, как и у коллеги, Кларк ответила, что была настолько взволнована, что забыла об этом. Но очень рассчитывая, что реквизиторы подарят имбетафорское яйцо дракона. «А он правда видел белых ходоков?» «Белых ходоков никто не видел уже тысячи лет». «Так он собрал?» «Безумие сведет того, что верит». Позже персонажи, вызывающие у зрителя больше доверия, чем дезертирую, видят за стеной белых ходоков, но никто не знает, почему они и их предводители решили вернуться. Об этом-то я и хотел бы сегодня поговорить. Что же нужно Королю Ночи и Белым Ходокам? У меня есть подозрение, что создатели сериала уже дали нам ответ на этот вопрос, когда показали Короля Ночи в первый раз. Скорее всего, в том эпизоде был жирный намек на то, чем закончится сериал. Итак, в четвертом сезоне Король Ночи забирает сына Крастера в земли вечной зимы, а значит, ему требуются новые войны для его армии. Мы знаем, что Крастер оставлял своих новорожденных сыновей в лесу и тем самым приносил жертву белым ходокам. Этот обычай существовал еще в век героев. Эта история звучала из уст старой Нэн. По ее словам, Король Ночи был тринадцатым командиром ночного дозора и вместе со своей королевой приносил новорожденных младенцев в жертву белым ходокам. История интересна сразу в нескольких аспектах. Прежде всего, она наглядно иллюстрирует, что с белыми ходоками можно договориться, предложив им нечто ценное. Скорее всего, последний герой в первую долгую ночь так и поступил. Во-вторых, Король Ночи и его королева использовали в качестве валюты младенцев. То же самое делал и Крастер, а значит, другие подношения ходоков не интересовали. Благодаря жертвам Крастер мог жить за стеной, не опасаясь нападений ходоков. Мы не знаем, каким образом Крастеру удалось заключить эту сделку, но знаем, что Королю Ночи были нужны младенцы, а точнее, новорожденные сыновья. Если вспомнить, как именно появились белые ходоки, все встанет на свои места. Дети леса создали ходоков, потому что боялись, что их раса исчезнет с лица Вестероса. Первые люди нападали на детей леса, и с каждым днем их становилось все меньше и меньше. В конце концов, дети леса оказались на грани вымирания. Чтобы спастись от людей, дети леса создали оружие, которое, как им казалось, могло бы уничтожить вражескую расу. Король Ночи, скорее всего, имеет те же стремления. Он хочет, чтобы его народ жил как можно дольше. Только подумайте, пока белые ходоки забирали сыновей Крастера, они ни на кого не нападали. Они лишь убивали тех, кто без спроса лез на их территорию. А теперь давайте вспомним пророчество о принце, что был обещан. Может, он был обещан Королю Ночи? Может, поэтому в последнее время король так активизировался? Может, он идет на юг за тем, что принадлежит ему по праву? Сыновья Крастера были подходящим материалом для создания обычных белых ходоков. А вот конкретный младенец, принадлежавший к сильному роду, мог бы заменить Короля Ночи. Одной из главных сюжетных линий всей истории является борьба за Железный Трон. Так почему бы и Королю Ночи не озаботиться наследником? Некоторые фанаты сериала верят в то, что Король Ночи должен быть всегда. То есть, рано или поздно, существующему королю понадобится замена. В предыдущих сезонах мы видели, что Королю Ночи несколько раз подворачивалась возможность убить Джона Сноу. И даже Дейнерис Таргариен. Но он ею не воспользовался. Несомненно, Сноу представляет угрозу для белых ходоков. Так чего же ждет король? Наверное, он знает что-то такое, чего не знаем мы. В шестом сезоне нам стало известно, что король умеет пользоваться чар-древами. Он вмешивался в видение Брана Старка, унаследовав эту и другие способности от своих создателей, детей леса. Скорее всего, король обладает и даром предвидения. То есть, знает о событиях задолго до того, как они произойдут. Девятый сезон Игры Престола может быть чем-то, что поклонники сериала хотят увидеть после финала восьмого сезона. Но, к сожалению, этого никогда не произойдет. Это последний сезон проекта, но это не означает, что поклонники больше не вернутся к Эстеросу. Другие проекты этой вселенной будут сосредоточены на событиях, которые произошли задолго до восстания Роберта и событий сериала, ведущих к конфликту, показанным в Игре Престола. В настоящее время нет планов продолжать Игру Престола на девятый сезон. И, вероятно, никогда не будет. Последние сезоны начали сворачивать историю, поскольку интенсивность, драма и действия нарастали. Наступил финал. Эпическая история Игры Престола должна быть хорошо и по-настоящему закончена. В HBO есть планы, по крайней мере, на несколько спин-оффов. Адаптация книг Джорджа Мартина «Петинг Дайкланд» не была самой необычной. Когда Игра Престола впервые вышла в эфире в 2011 году, было опубликовано только 4 из запланированных 7 книг Мартина. Пятая книга «Танец с драконами» вышла в том же году. С тех пор фанаты терпеливо их ждут, ожидая новостей о выпуске шестой книги «Ветра зимы» и седьмой под названием «Грёзы о весне». Но некоторые поклонники недовольны тем, что книги еще не вышли. С выходом книги однозначно будет какая-то альтернативная концовка. Возможно, она удовлетворит фанатов после увиденного в конце сериала. После массового успеха «Игры Престола» идут, пошел по очевидному пути и начал вводить в разработку спин-оффы. Наиболее вероятный из них в настоящее время имеет рабочее название «Долгая ночь». А сценарием занимается Джейн Голдман вместе с Мартина. «Долгая ночь» не является строго приквелом или продолжением «Игры Престола», но события будут установлены до основного сериала. Нас ожидает история за тысячи лет во временном эпического века героев. Съемки «Долгой ночи» стартуют в июле 2019 года. «Игры Престола» 9 сезон – это то, что хотят видеть фанаты после неудачного окончания сериала. Масса возмущений, петиции с миллионами подписей, негативные отзывы и прочие недовольства поклонников вряд ли заставят создателей переснимать сезон. Но у некоторых теплится надежда на продолжение телесайта. Продолжение игры «Престола» быть или не быть? Понятно, что всем не угодить и сделать финал таким, который понравится абсолютно всем, невозможно. Восьмой сезон оставил еще больше вопросов, чем дал ответов. Не раскрытыми остались сюжетные линии, а некоторые персонажи из седьмого сезона вообще забыты. Это наталкивает на мысль о возможном продолжении. Сам Джордж Мартин говорил, что сериал «Игра Престолов» должен был продлиться минимум на 10 сезонов. Возможно, причина скоро постижного финала в незавершенных книгах писателя, пока создатели снимали проект по записям Мартина. Сюжет разворачивался интересно и непредсказуемо. Но как только сериал обогнал книги, кинолента запестрила сбитыми клише. Казалось бы, все линии завершены. Кто-то убит, кто-то отправился в путешествие. Сами актеры также не поддерживают зрителей, которые пишут петиции и собирают подписи. А как иначе? Ведь они участники съемочного процесса. Перезапуск сезона или создание продолжения требует огромных денег. И что показывать в новых сериях? Жизнь дракона Сноу на севере? Или путешествие Арии? Все же восьмой сезон оставил немало вопросов, которые намекают на продолжение. Король Ночи не умер, а Бран потерял способности. Все уже не раз говорили о том, что Короля Ночи просто слили сценаристы. Выходит, что предыдущие эпизоды, которые явно указывали на наличие цели у белых ходоков, попросту зря наводили ужас на зрителей. Все вышло до банальности просто. Ни армия, ни житей охранявшая Короля, ни сам злодеев не сумели остановить Арию от решающего выпада. В итоге остается открытым вопрос, зачем Король Ночи шел на юг и почему. Зима не наступила. Ответ обещает раскрыть писатель в книгах. Поэтому место продолжения сериала покойникам, вероятно, не уделили персонажу ни минимум экранного времени. Незавершенная линия касается Брана Старка. В предыдущих сезонах Троглазый Ворон демонстрировал невероятные способности к путешествию по прошлому и будущему, а также возможность вселяться в любое живое существо. Но в восьмом сезоне Бран ни разу не проявил свои способности. Это также очевидно в финальной серии, когда Ворон ручается отыскать Дракона Дейнерис. Но сюжет так и не раскрывает этот момент. Игра престола всегда разрушала тыше иниматоропа. Но финал разочаровал всех. Оказывается, Дрогон самый разумный из всех присутствующих персонажей. Пытаясь разбудить свою мать и придя в ярость, он сжигает железный трон. Дракон понимает, что смерть и Дейнерис виновата жажда власти. Отчего же Дрогон сжигает невинных детей в столице, остается загадкой. Затем Дракон забирает тело Дейнерис и улетает, предположительно, на родину Таргарена, Валерию. Некоторые зрители даже предположили, что он сможет оживить королеву или найти окаменевшее кладбище яиц. Это позволит развиться сюжетной линией Джона Сноу, который может управлять драконами. Возможно, девятый сезон все-таки будет. Стоит вспомнить о других героях сериала, чьи сюжетные линии не были завершены должным образом. Вот они, Немерия. Лютоволк Арии бесследно исчез в предпоследних сезонах. Если Лютоволка Сноут показали в последнем эпизоде, то Немерию проигнорировали. Элария Сен, принцесса Дорна, была кузницей Серсеи в подземелье. После завершения седьмого сезона, так и осталось загадкой, что случилось с Эларией. Сценаристы не увидели персонажу Дарио Анахарис. Верный воин и любовник Дейенерис отправился своей дорогой в шестом сезоне, когда понял, что королева в нем не нуждается. В войне с мертвецами армия Дарио очень бы пригодилась, но Анахарисы также решили забыть. Представители Железного банка Ланнистеры всегда боялись расплаты с банком, который не прощает должников, не вернув карету золота. Ланнистеры должны были пасть от рук Железного банка, но этого не случилось. В последнем сезоне об этом также ни слова. Все эти незавершенные моменты могли бы стать основой для нового сезона, если бы окончательная точка не была поставлена. Серсея мертва, как и Дейенерис, поэтому смысла снимать девятый сезон нет. Любите смотреть Игры Престолов? Хотя создатель не думает о продолжении сериала, уже появился документальный фильм о съемках знаменитой Телесаре. Так что поклонникам будет, что посмотреть. Если быть точнее, то борьба в девятом сезоне Игры Престолов будет не за владение трона, а за телезрителя. Звучит это так решительно, не иначе как звучит выражение, мол, не на жизнь будет борьба, а на смерть. Что, конечно же, совсем не так, потому что в Игре Престолов, тем более уже в девятом его сезоне, специалистам с лихвой достаточно собранного в процессе трансляции прошлых сезонов аналитического материала для того, чтобы вынести формулу идеального зрительского интереса к тем или иным сценам этого популярного сериала. Если менеджеры всерьез изучают степень востребованности товара не только по цвету, внешнему дизайну, наличию тех или иных аксессуаров, но и по издаваемому товарному запаху, то, что там говорить о зрительском интересе. Когда буквально в процессе трансляции фиксируются данные о приходе и уходе зрителей по каждому конкретному эпизоду, происходящему на экране телевизора. Так что совсем не абсурдно для современного человека ситуация, когда он больше переживает о героях сериала, чем о своей жизненной ситуации, когда при начале трансляции тех же «Игр престолов» пустеют улицы в городах и рассасываются автомобильные пробки. Все события в сюжетной линии и повествовании разворачиваются вокруг опустевшего в связи со смертью прежнего обладателя Железного Трона, Тихова и миролюбивого корабля Роберта, правителя Беттерса. На этот трон, а также на титул «Почетное место» претендуют те, которые разными коварными методами и способами хотят быть монархом Семикоролевств и отнюдь не для благих целей, а для собственной корысти. Вряд ли видал покойный, что его близкое окружение, которому он больше всего доверял, начнут между собой баталии о распределении титулов, должностей, лучших земель и другого имущества, и это все будет делать его самые близкие родственники. Впрочем, как это все знакомо в среде нашей окружающей жизни, когда после смерти богатого человека его семья погрязает во вражду и взаимное предательство. А если еще на сообщество сваливается беда в связи с нападением внешних врагов, то победить темные силы можно лишь сообща, прибегнув к помощи неравнодушных соплеменников. И таким спасателем становится отставной полицейский, который должен вернуть в стан защитников законности и правопорядка. Основной сценарий сериала является роман Стивена Кинга. Режиссером проекта намечен стать Джейк Бейкер, у которого, как говорится, довольно общий послужной список фильмов и сериалов, и наиболее значительные из них это «Клан Сопрано», «Остаться в живых» и «Шпионки». Так что это ему предстоит побороться за симпатию телезрителя. Что касается актеров, то полицейского отставника будет играть Брэндон Глисон. А про других участников и исполнителей пока нет достоверной информации. Долгая ночь, легендарный период, многолетняя зимняя ночь, которая накрыла Вестерос и Эссос. А может и весь мир и продолжалось целое поколение. В это время Вестерос подвергся нашествию иных, но людям, оказавшимся на краю гибели, удалось в итоге победить. Предания утверждают, что некий герой заручился помощью детей леса, и люди в рассветной битве разбили иных и прогнали их на далекий север. Когда долгая ночь окончилась, люди построили на севере материка колоссальную стену, и ночной дозор по сей день охраняет ее на случай нового прихода долгой ночи иных. Жрецы Гулога предсказывают, что ночь, которой не будет конца, может наступить снова, и возродившийся герой должен вновь сразиться со злом. В современном Вестеросе зимы длятся год-два, иногда больше, при этом продолжительность дня по сравнению с летом сокращается. В этом контексте долгая ночь напоминает полярные ночи на земле, хотя и непонятно, как и почему она охватила весь мир. От времен долгой ночи не осталось никаких исторических документов, вся известная о ней информация исходит из преданий и книг, сочиненных тысячи лет спустя. Найбольший интерес представляет сказка «Старой Нэн», рассказанная Брану Старом. «Ох, мое сладкое летнее дитя!» и голодает, и белые ходоки расхаживают по лесам. Нэн утверждала, что долгой ночи предшествовала холодная, жестокая зима, казавшаяся бесконечной. Такое еще не было на памяти людей. Но потом солнце спрятало свой лифт на много лет. Целое поколение и королевство первых людей, населявших тогда весироз, охватили стужа, голод и смерть. Умирали и короли, и свинопасы. Матери душили детей, чтобы не видеть, как те умирают. Во тьме долгой ночи появились иные. Холодные мертвые твари, ненавидевшие солнце, железо из всех живых созданий и не знающие жалости. Иные ездили на белых тонях, повелевали мертвым слугам, которые кормили человеческой плотью и более чудовищными созданиями бледными ледяными пауками. Первые люди пытались воевать сильными, но те разбивали все выстановленные против них армии. Опустошали крепости, города и королевства. Однако в тайных городах посреди леса и полых фолмах под охраной чердерева с вырезанными ликами все еще жили дети леса. Некий последний герой с друзьями отправился на поиски этого волшебного народа в мертвые земли на севере, надеясь, что магия детей леса поможет победить иных. Он много лет вел поиски, потеряв всех своих спутников, и оставшись без оружия, его меч промерз и переломился. Иные, почуяв его горячую пробь, отправили своих ледяных пауков в погоню за ним. Рассказ нен был прерван и остался незавершенным, но подразумевается, что последний герой получил желанную помощь. Существует песня «Конец долгой ночи», рассказывающая о том, как ночной дозор выступил на рассветную битву с иными. Возможно, этой самой битвой с участием последнего героя или нет, долгая ночь и закончилась. Мартину в переписке с читателем задавались вопросы. Нашел ли последний герой детей леса, что остановило вторжение иных? Какова была связь между детьми леса и иными? Но Мартин отказался завершать рассказ «Нен», ответил, не думая, что старая нен еще жива, чтобы досказывать сказку и сказав, что на подобные вопросы будет отвечать в грядущих мирах, а не по переписке. Строительство стены, учреждение ночного дозора и основание рода Старков также относятся ко временам восьмитысячелетней давности. Неясно, как соотносятся с последним героем легендарной Брэндон Строитель, якобы с помощью великана, выстроивший стену и замок Винтерфелл. Брэндону не приписывается воинских подвигов, он назван всего лишь «зодчим строителем замков». Вероятно, текст присяги ночного дозора хранит память о долгой ночи, и присяге говорится «Ночь собирается, и начинается мой дозор». Дозорный читает текст «присяги называют себя мечом во тьме» и сравнивает себя с огнем, разгоняющим холод и светом, который приносил рассвет, говорил среди этой ночи и всех, которые грядут после нее. Мастер Льювик, рассказывая о детях леса, упоминал «Долгую ночь», как историческое событие. Джор Мормон после столкновения с упырем также говорил о «Долгой ночи», как о вполне историческом событии. Видимо, из его слов следует, что в «Долгую ночь» огонь использовался для борьбы с порождением холода. Огонь! Проклятие нам следовало бы знать, нам следовало бы во время вспомнить о нем. Длинная ночь уже приходила, конечно, восемь тысяч лет, долгий срок, но... Но если не помнить «Ночной дозор», кто же вспомнит? Арглорианско-Асшайская версия, известная из обрывочных слов Мелисандры и некоторых других персонажей с Эсоса. В общих чертах повторяет рассказ «Старой дне». По словам Саладора, Саана, было время, когда весь мир окутывала тьма. Великий иной олицетворением мрака и холода собрал армию и выступил с ней против всего живого. Однако, нашелся герой, который бросил вызов тьме. Этой версией его называют «Азор Ахайп». Эта версия не упоминает детей леса, зато вкладывает в руку героя волшебный меч под названием «Светозарный», который тот самостоятельно выковал и закалил, пронзив сердце любимой. Впрочем, Станис Баратеон вскользь упоминал, что даже Азор Ахайп выиграл свою войну не один, так что, видимо, и в этой версии герой получит от кого-то помощь. Сэмвел Тарли нашел в библиотеке «Черного замка» книгу о Долгой Ночи, где утверждалось, что некий герой убивал иных мечом из драконьей стали. Сэмвел и Джон Сноу сочли, что речь о валерийском мече. В книге «Нефритовый компендиум» рассказывалось о том, как Азор Ахайп со своим светозарным сражался с чудовищами. Во время сражений клинок раскалялся, а тела чудовищ закипали и вспыхивали огнем. Скорее всего, речь идет об одном и том же герое и одном и том же мече. Хотя непонятно, почему в версии Старой Нэн утверждается, что меч последнего героя сломался. Согласно Миру Льда и Пламени, различные народы Эсоса также сохранили память о Долгой Ночи и Герое, заставившем ее завершиться. Потомки Ройнаров, населявшие горести во время путешествия Ломаса-Странника, рассказывали ему о тьме, которая заставила Ройну истощиться и иссякнуть, а воды ее замерзнуть к югу до самого места слияния с Сеору. По версии Ройнаров, герой убедил младших детей матери Ройны, младших богов, вроде Храбьева Короля и Речного Старца, отвлечься от распред и объединиться для того, чтобы спеть тайную песню, которая возрастила день. В священных свитках Ине сказано, что причиной Долгой Ночи было предательство, совершенное императором Кровавой Яшмы, который сверх и убил свою сестру, законную императрицу, а также отвернулся от прежних богов и начал поклоняться Черному Камню, упавшему с неба. Боги были возмущены, и Дева из Света отвернулась от мира, а Лев Ночи явился на землю во всем своем гневе во главе армии демонов. Только воин по имени Хиркун Герой, он же Азор Ахай, вооруженный мечом светозарным, сумел повезти людей в битву и развеять тьму. Колоколова Та в Ефритовом компендиуме также писал, что, чтобы идти конец Долгой Ночи, связывают подвигами женщины с обезьянней хвостом. Мелисандра неоднократно повторяла, что ночь придет снова, и возрожденный Азор Ахай, которым она объявила Стенниса Баратеона, должен вновь отправиться на войну со злом, чтобы разбить последний раз и навсегда. В случае победы мир ждет вечное лето, в случае поражения тьма и гибель. То, чье имя нельзя называть, собирает свое войско, и нет предела силы его и злу. Грядет великий холод и ночь, которая не от конца. Тирион Ланнистер также упоминал зиму и ночь, которая не от конца, которые предсказывали доморощенные пророки сразу после его рождения. Время для этих предсказаний было подходящее. Тирион родился в середине жестокой зимы, которая продолжалась в общей сложности три года, и рождение чудовища в семье Десницы в народе сочли грозным знамением. Тирион Ланнистер